В эфире городского телеканала программа «Безопасность». Совместный проект телекомпании и ОМВД России по Ярославской области. С вами Марина Какоева. Здравствуйте! Бег на лыжах. Стрельба из стабельного оружия. Под Ярославлем прошли традиционные соревнования по служебному биатлону среди сотрудников правоохранительных органов, посвященные памяти инспектора ГАИ Валентина Журавлева, героически погибшего при исполнении служебных обязанностей. На старте 15 команд. Почти со всей области собрались сотрудники органов внутренних дел, чтобы состязаться в беге на лыжах и стрельбе из стабельного оружия. В каждой команде по 4 человека и каждый из них должен пробежать 2 круга по 2 километра. После первого огневой рубеж. Стрельба исключительно из пистолета Макаров. В качестве мишени и воздушные шары. 4 попытки, все в цель, езжать дальше. За каждый промах штрафной круг. Все как в олимпийском биатлоне, только трасса поменьше и оружие тоже. Но это не значит проще, говорит один из самых опытных участников соревнований. Так как надо снаряжать магазин, времени на это уходит много. Соответственно, навык нужен, чтобы это быстро делать и отточенные движения все такие должны быть. Плюс стрелять на пульсе, это тоже очень тяжело. Это не просто стрельба, а тут еще и дыхание, пульс от 180 ударов. На самом деле биатлон, это сложные спорты. Юрий Виноградов уже 12 раз представляет отдельный батальон ДПС Ярославля. Традиционно сильнейшую команду соревнований. Вот и в этот раз он пришел на рубеж первым, оставив далеко позади своих соперников. Наравне с мужчинами в некоторых командах проходят испытания девушки. Характер строгий, но эмоции сильнее. Со старта летишь, улетаешь, а за поворот заворачиваешься и сдувает. Знаете, как смотрели мультик «Льямуровец»? Там свой разбойник свистит, и он вот сквозь ветер. Вот я так жду. Ну, все хорошо, вроде добралось. В этот раз открытие спортивного праздника прошло намного скромнее. Из-за пандемии не приехали ветераны правоохранительных органов, болельщики и родные полицейских. Соревнования проходили при соблюдении всех мер санитарно-эпидемической безопасности. И все же традиции были соблюдены. И уже в 41-й раз служебный биатлон прошел на Ярославской земле с участием родных погибшего при исполнении служебных обязанностей инспектора ГАИ Валентина Журавлева. В 1973 году он подставил свой патрульный автомобиль под вылетевший навстречу грузовик. Ценой своей жизни спас от столкновения колонну автобусов, в которых ехали румынские дети, возвращавшиеся из Ярославского лагеря. Память о нем всегда хранится в семье Валентина Журавлева. Веселый был, очень трудолюбивый. Любил машины ремонтировать, но только хорошие впечатления остались. Отмечу, что в золотую книгу памяти сотрудников госавтоинспекции и ГИБДД вписаны шесть имен наших коллег, которые совершили геройские поступки ценой своей жизни. В этом году переходящий кубок имени Валентина Журавлева достался команде отдельного батальона ТПС ГИБДД Ярославля. Второе место у управления наркоконтроля. Третьими стала команда управления ГИБДД. Справка о наличии и отсутствии судимости в последнее время все больше востребована. Она требуется для трудоустройства как в госучреждениях, так и в частных организациях. При этом оформить ее можно довольно быстро и просто. В электронном виде через портал госуслуг. Такую возможность предоставляет информационный центр регионального ОМВД. Электронная справка о наличии и отсутствии судимости идентична справке в бумажном виде и имеет одинаковую юридическую значимость. Ее можно отправить работодателю с портала госуслуг прямо на электронную почту. Эта услуга на сегодняшний день самый удобный способ получения справки. Сайт постоянно совершенствуется и улучшает свою работу. Я всем советую гражданам пользоваться услугами портала, потому что, во-первых, это сокращает время. Подать справку можно в любое время, даже ночью. Это никаких очередей. И самое главное, чтобы получить готовую справочку, можно буквально через 3-5 рабочих дня. Потому что, если заказать ее в электронном виде, она придет в личный кабинет заявителя на портал госуслуг. Удобство этой услуги успели оценить многие горожане. На днях после работы решила записаться через сайт государственных услуг на получение справки об отсутствии судимости. В принципе, проблем никаких не составило это сделать. Все очень быстро пришло в удобное для меня время. Очень быстро сотрудники выдали все необходимые для меня документы. Очень порадовало отсутствие очередей. Особенно в условиях коронавирусной инфекции данный вопрос очень актуален на сегодняшний день. Сервисом я очень довольна. Среди других услуг, предоставляемых информационным центром УМВД, справка об отсутствии наказания за употребление наркотиков, архивные справки и справки о реабилитации жертв политических репрессий. А также проставление о постели на официальных документах. Архивные выписки нужны для начисления пенсии или при трудоустройстве на работу. В них содержатся сведения о стаже и занимаемых должностях. В основном это архивные справки о размере заработной платы, денежного довольствия. Архивные справки о прохождении службы. Архивные выписки о приеме на работу, увольнении. Справки о реабилитации жертв политических репрессий выдаются членам раскулаченных семей, либо репрессированным по национальному признаку. А также детям, которые находились в местах лишения свободы, в ссылке вместе с родителями. Либо оставшимися в несовершеннолетнем возрасте после репрессии родителей. Если обращается с заявлением о реабилитации человек, непосредственно подвергшийся политическим репрессиям, то есть который остался в несовершеннолетнем возрасте, либо без попечения родителей, либо находился в ссылке-высылке на спецпоселение вместе с родителями, он имеет право на предоставление ему льгот в объеме, предусмотренном для реабилитированных лиц. Для получения обеих справок необходимо письменное заявление, которое можно принести в информационный центр, либо отправить по почте. В электронном виде эти справки не предоставляются. И еще одно новшество. С 1 января изменились реквизиты по оплате госпошлины на проставление о постере на документах. Узнать информацию о них можно на сайте регионального УМВД в разделе «Для граждан». В Ярославской области благодаря бдительности работницы банка и действий полиции предотвращены мошеннические действия в отношении пенсионерки. Пожилая женщина увидела в сети интернет-рекламные объявления о том, что граждане могут стать акционерами некоего проекта и получить большие дивиденды. Пенсионерка перезвонила по указанному в объявлении телефону. Трубку взяла женщина, которая объяснила, что для того, чтобы стать акционером, необходимо оформить кредитную карту и перевести имеющиеся на ней денежные средства в размере 100 тысяч рублей на специальный счет. Когда я пришла снимать деньги в банк, то управляющая банком подошла и спросила меня, либо я в своих личных целях эти деньги снимаю, либо я хочу кому-то им перевести. Она сказала, что это хорошо оформленное объявление, уловка для тех, кто в это действительно реально поверит. Ко мне пришел наш участковый уполномоченный. Он принес листовочки, которые, вероятно, расклеиваются в городе, предупреждая о всевозможных видах мошенничества. И сказал, что хорошо, что я не поддалась этому объявлению. Данный вид преступлений, конечно, регистрируется довольно в последнее время, к сожалению, часто. Мы, конечно, в большей степени профилактируем данные виды преступлений, поскольку достаточно трудно эти преступления раскрываются ввиду удаленности тех субъектов, которым переводятся данные денежные средства. То есть данная мошенническая схема в настоящий момент так же действует, как и другие, как и телефонные мошенничества, так и мошенничества в среде сети интернет. Ярославская полиция обеспечила общественный порядок на международном лыжном Деменском марафоне, который проходил 6-7 марта под Рыбинском. Данное спортивное мероприятие является самым крупным лыжным марафоном России с 2010 года. Открыла его золотая гонка на 50 километров в свободном стиле. В соревновании приняли участие более 2000 лыжников из 58 регионов России, а также иностранные представители. В целом за два дня соревнований в гонках Деменского марафона приняли участие более 3500 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии при участии представителей общественных формирований обеспечивали охрану общественного порядка на спортивных мероприятиях. В ходе проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено. Пристегни самое дорогое. В Ярославле прошла акция, направленная на пропаганду безопасной перевозки детей в салоне транспорта и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма с участием детей-пассажиров. В Ярославле прошла акция «Пристегни самое дорогое». Сотрудники ГИБДД вместе с воспитанниками школы номер 29 на площади Богоявления остановили два десятка водителей. Маленькие инспекторы напомнили автолюбителям о правилах дорожного движения, а именно о безопасных перевозках детей в машине. Если в своем автомобиле вы перевозите ребенка, то обязательно посадите его на специальное удерживающее устройство и пристегните ремнем безопасности. Водители признаются, про подобную акцию не знали, поэтому, когда их останавливали, начинали искать документы. Естественно, паника, наверное, что-то нарушила. Давай сразу проверять все свои приборы. Все знают, все понимают, а все равно вот почему-то. Поэтому, действительно, надо напоминать такие моменты, особенно, чтобы дети напоминали, чтобы было еще больше запоминалось. Я обязуюсь не нарушать, не превышать, детей своих пристегивать. У меня внучок есть, поэтому я обязана беречь их жизнь и свою, естественно. К проведению акции ребята специально готовились. Для них проводили дополнительные занятия в школе. Там они изучали ПДД и рисовали памятки. Мне нравится то, что мы ездим, помогаем, участвуем в всяких акциях. Водители всегда улыбаются, когда мы их останавливаем и удивляются. Сегодня сотрудники госавтоинспекции проводят акцию «Пристегни самое дорогое» в рамках комплексно-профилактического мероприятия «Внимание, дети». Также традиционно нам сегодня помогают представители отряда ЮИЧ-школы-29. Акции у нас на постоянной основе проводятся, то есть еженедельно вот такие широкомасштабные, а так по районам практически каждый день. Только за два месяца в регионе зарегистрировано 15 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых один ребенок погиб, 17 получили травмы. Поэтому юные инспекторы и водители отметили подобные акции и лишний повод задуматься о безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова